Доброго воскресного дня, дорогие друзья! На телеканале Рика ТВ с вами Декоративные Страсти. Говорим о красивом, удобном, а самое главное функциональном ремонте. С нами работают профессиональные дизайнеры, которые с удовольствием вам помогут. Вот и сегодня с нами Вера Дегтярева. Она подскажет и расскажет, как оформить детскую комнату для нашей участницы Татьяны. Татьяна уже принимала участие, ей все очень понравилось, и она попросила, чтобы мы помогли ей во второй раз. Мне очень приятно, что вы нас посетили. Вот у нас здесь спальная комната. Мне хотелось бы ее переоделать в детскую комнату, чтобы она была компактной и многофункциональной. Мне очень приятно помочь вам в реализации вашей комнаты детской. Скажите, какие у вас какие-то предпочтения или планы конкретно на эту комнату? Ну, сейчас мы будем ориентироваться на одного ребенка, то есть на мою дочку, но в будущем мы планируем как минимум двоих детей. Еще двоих детей. То есть, в принципе, мы будем рассчитывать на троих. Да, мы будем рассчитывать на троих детей. Ну, то есть она должна быть нейтральных тонов. Ну, наверное, да. Если на будущее, то мы, наверное, будем подбирать какие-то нейтральные цвета, использовать, но с какими-то, может быть, акцентами. Какие вы предпочитаете цвета? Да, с яркими акцентами. То есть, стены можно будет в такие цвета, как лайн сделать или светлую березу. А акценты сделать на постельном белье, то есть это можно сиреневый цвет, желтый цвет и подушки, то есть и шторы тоже можно захватить. Как говорит наша участница Татьяна, проблема этой комнаты в ее площади. Поэтому без профессионального дизайнера не обойтись. Необходимо, чтобы детская получилась красивая и функциональная. Мы мебель сделаем более такую нейтральную, чтобы уже потом в дальнейшем, по мере какого-то, да, уже жизни, вы будете подбирать уже цвета необходимые в комнате. Теперь у меня такие более конструктивные вопросы. Что мы меняем? Потолок, пол, дверь? Так, ну, сначала по стенам. Ну, стены, понятно. Это понятно, да. Мы меняем потолок, то есть я хочу белый глянцевый подвесной потолок. Также мы меняем дверь. Двери тоже будем менять? Да, хотелось бы в такой более светлый цвет. Наверное, тоже, да, какой-то нейтральный цвет, светлый. Да, и с витражными стеклами. По мебели. Если планируется несколько детей, то, наверное, уже нужно рассчитывать три спальных места. Дизайнер Вера и участница Татьяна решили, что это может быть двухъярусная кровать с дополнительной выдвижной секцией. Цвет самой кровати двухъярусной хотелось бы белого цвета или же кремового цвета. А и акценты, чтобы были в ней более яркие. Ну, да, в общем-то, вы можете заказать. Также мне бы хотелось, чтобы в этой комнате еще присутствовала рабочая зона, чтобы ребенок смог заниматься. И игровая зона. Конечно, комната не очень большая, но хотелось бы, чтобы она была многофункциональной. Ну, я постараюсь все это разместить. Ваш запрос я поняла, поэтому, наверное, реализуем вашу мечту. Постараюсь. Разработка дизайн-проекта очень кропотливая работа, и мы с благодарностью обращаемся к нашим дизайнерам. Потому что, кроме визуализации, они нам подсказывают, где все можно приобрести к конкретному интерьеру. Даже самый шикарный интерьер теряет шарм без хорошего света. Чего так не хватает осенними вечерами. Подчеркнет изящные черты. Расставит правильные акценты. Станет неотъемлемой частью превосходного дизайна. Роскошный свет от салона Евросвет. Осенняя коллекция шикарных люстр, торшеров и бра. И новая акция «Осенний ценопад» с сезонными скидками и рассрочкой. Монтаж люстры в подарок. Мы делаем вашу жизнь светлее. Салон Евросвет. Мы в нашем любимом салоне Евросвет. Дизайнер Вера Дегтярева готова представить нам свой выбор. Вер, ну и слушаю тебя. Да, я выбрала такую яркую люстру с разноцветными плафончиками. Потому что Татьяна озвучила, что она хочет детскую яркую. Хоть и мебель у нас немного таких приглушенных будет оттенков. Но все-таки мы акценты будем выставлять все яркие. То есть и обои, и шторы. Ну, соответственно, и люстру можно себе позволить вот такими вот разноцветными плафончиками. Шесть плафонов для ее комнаты, для этих квадратных метров. Для этих квадратных метров это будет вполне достаточно. Тем более мы обязательно еще добавим либо бра, либо настольную лампу. Дополнительное освещение. Очень радует, что Татьяна не боится ярких оттенков. Это будет очень красивое, сочное, детское. Да, потому что обычно запрос идет, чтобы детское было. Но с учетом на вырос, да, и поэтому мы делаем что-то такое очень скромное, нейтральное. А здесь именно запрос на яркую комнату. Ну, это очень радует. Это так радует, что, я думаю, проект будет у нас яркий, красивый. Да, очень веселый, детский. Вот такие настольные светильники будут хорошо смотреться в сегодняшнем проекте. Детская комната для ребенка одновременно является спальней, игровой, творческой, мастерской и рабочим кабинетом. И от грамотной организации освещения в такой многофункциональной зоне зависит общее самочувствие ребенка, его психологический настрой и состояние нервной системы. Так, в дневное время наполненная солнцем комната бывает оживленной и шумной. А вечером мягкий свет способствует более спокойной, умиротворенной атмосфере. Основное правило, которому нужно следовать при выборе искусственного освещения, это обязательное наличие равномерно рассеянного мягкого света по всему пространству. В детской комнате не должно быть резкого, слишком яркого освещения, темных углов. Допускаются только плавные световые переходы. Расположение и количество светильников будет зависеть от размеров помещения. Сейчас дизайнеры рекомендуют условно разделять пространство на зоны. В соответствии с возрастом комната ребенка делится на три главные зоны – рабочую, игровую и зону отдыха. Каждая из них предъявляются отдельные требования к искусственному освещению. Также главные требования к светильникам – это безопасность. Светильники, используемые для освещения в детской комнате, должны быть устойчивыми, не содержать легко откалывающихся элементов. В случае, если светильник будет разбит, от него не должно быть мелких и острых осколков. Провода и шнуры необходимо максимально убрать, чтобы ребенок не мог не запутаться и уронить. Монтаж люстры в подарок. Мы делаем вашу жизнь светлее. Салон Евросвет. В строймаркете Домострою мы выбираем обои для детской комнаты. Вер, я вот даже боюсь спросить, это все, что нам надо? Или частично? Нет, конечно, это не все, что нам нужно, просто мне очень понравились оттенки цветов, которые Татьяна проговорила, что ей хочется и салатовый видеть, лайм цвет, который ей очень нравится, я так поняла. Но единственное, что я пока не могу сказать, какие именно я в проекте буду использовать цвета, но вот что-то из этой линии этих обоев, этой коллекции обязательно что-нибудь используем. Потому что я не могу заранее, какая будет планировка комнаты, какая будет расстановка мебели, и уже учитывая все эти нюансы, я уже и цветовую гамму отработаю. В любом случае, что-то из представленных обоев будет присутствовать в проекте, да? Да, будет в проекте, я обязательно буду использовать. Я думаю, вот эти два цвета, они очень яркие, такие сочные. И люстру мы подобрали, такая будет она, ну, сочетаться с этими, со всеми цветами, в принципе. Вот, ну, уже акценты мы расставим в зависимости от плана проекта. Отлично, будем ждать. Экономный ремонт – это просто. В сети строймаркетов «Домострой» можно купить все сразу и дешевле. Краски, строительный инструмент, крепеж, гипсокартон, сухие смеси, кровлю, линолеум и ламинат, кафель настенной, напольной и керамогранит, двери межкомнатные и входные, обои, потолочный плинтус, сантехнику, мебель для ванной, душевые кабины и пенопласт собственного производства. Экономьте время и деньги в сети строймаркетов «Домострой». Остановки «Сельмашки-Селёва» Вер, ну и рассказывай, какая дверь должна быть в этом проекте? Дверь должна быть вот такая, светленькая. Обязательно со стеклом. С витражным стеклом, как озвучила Татьяна, потому что комната небольшая. Стекло немного облегчает саму форму двери, и она кажется более легче, более просторнее. Цвет нам подходит, потому что напольное покрытие у неё готовое, она его оставляет. Она тёмная, по-моему. Тёмная. Ну, не совсем тёмная, но больше такой дубовый цвет, поэтому этот цвет вполне подходящий. Единственное, меня смущает здесь ручка и золотые петли, но это, в принципе, можно поменять, потому что люстру мы выбрали хромированного цвета, да, поэтому и ручки, соответственно, и петли. Тоже должны быть хромированные, да? Да, должны быть хромированные. Ну, в принципе, если нашим участникам всё понравится, то этот вопрос, я думаю, решаемый. Это абсолютно, да, решаемый вопрос, как бы никаких проблем не возникнет. Всё понятно. Спасибо тебе за рекомендации, спасибо тебе за консультации. Будем ждать готовую работу. Спасибо. Дверные изделия, кроме выполнения своего прямого, давно всем привычного назначения, служат важным и достойным элементом при эстетичном оформлении вашего дома. При малом естественном освещении и тяжелом дизайне интерьера рекомендовано использовать прозрачные либо полупрозрачные стекла для межкомнатных перекрытий. Зачастую полупрозрачные изделия монтируются на кухню для частичного освещения примыкающего помещения. Также в гостиные комнаты. Отлично освежатые осветят помещения белые дверные изделия с частичным остеклением. Белые полотна со стеклом допустимо устанавливать в тандеме с дизайном, где использованы белые обои, белые накидки на кресло, белые вазы, даже если в комнате всего лишь белые гордины. Установка дверных створок со стеклением при надоевших глухих полотнах оправдывает себя при использовании вставок с витражным стеклом. При оформлении большого проема допустимо использовать двойные стеклянные конструкции с витражными вставками в самой разнообразной стилистике. В сети строймаркетов Домострой представлен очень широкий выбор дверей. От классики до хай-тека. Цветовая палитра очень разнообразна. Приходите и выбирайте. В сети строймаркетов Домострой вы всегда найдете товары с дилерской скидкой в любой категории товаров. Закупать или перекупать, платить или переплачивать решать только вам. Домострой – это товары из первых рук по ценам официального дилера, без посредников. В сети строймаркетов Домострой можно купить все сразу и дешевле. Краски, крепеж, строительный инструмент, гипсокартон, сухие смеси, кровлю, линолеум и ламинат, кафель на стены, напольный и керамогранит, двери межкомнатные и входные, обои и потолочный плинтус, сантехнику, мебель для ванной, душевые кабины и пенопласта от собственного производственного цеха. Экономьте время и деньги. В сети строймаркетов Домострой. Строймаркет Домострой приглашает на традиционные предновогодние распродажи скидки до 85% только 16, 17 и 24 декабря. Работать с дизайнером очень удобно, а в рамках проекта «Декоративные страсти» все это делается абсолютно бесплатно. Сейчас я с удовольствием представляю вам работу дизайнера Веры Дегтяревой. Я напоминаю, разрабатывали дизайн детской комнаты. Дизайнер Вера Дегтярева прорабатывает визуализацию детской комнаты для нашей участницы Татьяны. Как рассказала Татьяна, на данный момент у них с супругом одна доченька Полина, но в ближайшем будущем планируют еще детишек, поэтому свою спальню решили переделать в детскую. Дизайнер Веры обещала создать красивую, а самое главное – функциональную комнату. Смотрим, какая получилась визуализация. Слева от входа шкаф и двухъярусная кровать с выдвижной секцией для третьего спального места. Мебель в бежевом цвете, как и хотела наша участница Татьяна. Вкрапление представлено в цвете лайм. В таком же оттенке обои и элементы на шторах. Напольное покрытие остается прежним. Его Татьяна и ее супруг менять не планируют. Осветительный прибор в виде такой люстры. Ее мы видели в салоне «Евросвет». Напротив спальных мест – рабочая зона. Места немного, поэтому все расположено близко друг к другу. Небольшой участок свободной площади может быть организован для детских игр. Комната получилась яркая, но не навязчивая. Светлая мебель облегчает восприятие. Благодарим за работу дизайнера Веру Дегтяреву. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Если вы хотите изменить интерьер своего дома, меняйте, а мы вам в этом с удовольствием поможем, потому что проект «Декоративные страсти» создан специально для вас. Я с вами прощаюсь ровно на неделю тепла и уюта вашему дому. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова